СМЕРТНОСТИ Врачи говорят, кризис среднего возраста и сердечно-сосудистые заболевания приходят вместе. Все дело в том, что больше половины всех мужчин старше 40 лет имеют те или иные проблемы с сосудами и сердцем. Кто-то говорит, что это удел ответственных работников и трудоголиков, которые, переживая за карьеру, часто обрекают себя на высокое давление, как следствие инсульт и инфаркт. Однако, статистика ВОЗ свидетельствует, у молодых мужчин сердечно-сосудистые недуги встречаются почти в два раза чаще, чем у женщин. Картина Курганской области в этом также не разнится. В нашем диспансере с 1992 года ведется регистр острого инфаркта миокарда. То есть все пациенты регистрируются в Курганской области, перенесшие острый инфаркт. В 2017 году по нашему регистру зарегистрировано 1407 острых инфарктов миокарда. Мужчины в целом перенесшие составляют где-то за 17,62%, женщины 38%. Причем среди трудоспособного возраста статистика немножко по-другому. То есть мужчины трудоспособного возраста превалируют на с женщинами трудоспособного возраста в 5 и более раз. Основной причиной распространения сердечно-сосудистых заболеваний врачи называют атеросклеротическое поражение сосудов. Проще говоря, отложения на сосудистых стенках, холестерина и других жировых отложений. Их эластичность теряется, ухудшается движение крови, снабжение органов кислородом и питательными веществами нарушается. Катастрофа не формируется за час, факторы риска накапливаются. И лидирующие позиции по поражению сосудов приходятся на курение. С этой проблемой борются повсеместно, в том числе в Курганской области. Созданы школы для пациентов, желающих бросить курить. В том числе и в нашем кардиодиспансере, в Центре здоровья раз в неделю такая школа проходит. И горячие линии по отказу от курения. В Центре медицинской профилактики большая работа ведется. Другую опасность в себе кроет тяжелая пища. Вопросы стройности меньше всего занимает сильный пол, поэтому предпочтение всегда отдается калорийной пище. Она неизменно ведет к набору веса по нарастающей. Органы и системы неуклонно выходят из нормальной работы. Изменение структуры питания, семейных своих как раз традиций, сочетание различных продуктов, то есть чтобы это мясо было не с тяжелыми углеводами, типа картошки или макарон, а сочетание с овощами, мясо с овощами, уменьшение порции принимаемой пищи, увеличение кратности приема пищи на протяжении дня до 4-5 раз. Это увеличивает количество клетчатки, которая проходит по организму. Клетчатка на себя собирает избытки холестерина, которые уже поступили в организм с едой, и ацербирует, и выводит. Отказ от вредных привычек, умеренное потребление красного сухого вина, один бокал в день, правильное питание и активный образ жизни – все это, по заявлению врачей, поможет вернуть сосудам потерянную эластичность, а значит, в разы снижает риск инсультов и инфарктов. Сердце ребенка – это неуменьшенная копия взрослого, это быстро развивающийся орган, особенности работы которого до 18 лет постоянно меняются. Именно поэтому очень важно регулярно посещать детского кардиолога. Одно из таких мест в Кургане – клиника Медпрестиж. Детская кардиология разительно отличается от взрослой, и часто те состояния, которые в недалеком будущем могут привести к сердечным катастрофам, родители не могут заметить, а ребенок никогда о них не сообщит. И именно вовремя проведенная диагностика и лечение является залогом детского здоровья и его успешной жизни в будущем. Да, это выявляемость вначале, это в виде скрингов, уйдет у детей ЭКГ. Если у ребенка выявляются какие-то функциональные изменения, или что-то вызывает подозрение, нужно обязательно не откладывать на потом, нужно обязательно обращаться к детскому кардиологу, чтобы провести более глубокие исследования. По заявлению кардиологов, количество патологий у детей увеличивается. Образ жизни, а порой и родительское стремление сделать из своих детей вундеркиндов и спортивных звезд губительно сказывается на всю их сердечно-сосудистую систему. Давайте говорить откровенно. Перспективы, они не радужные, потому что, да, выявляемость, она увеличивается, но тот спектр моментов, которые мы можем сами регулировать, а это лишний вес, это стресс, к сожалению, вот в этом вот, вот этих двух моментах, как минимум в этих двух, перспективы мало кто видит из специалистов. Походы к кардиологу должны быть регулярными, особенно перед поступлением в детский сад и школу, перед посещением детьми спортивных секций, плановыми операциями, если у членов семьи есть наследственный фактор и для снижения риска развития опасных заболеваний. В медицинском центре Медпрестиж работают одни из лучших детских кардиологов региона, которые окажут узкоспециализированную помощь, огромный опыт и наиболее оптимальные медицинские возможности в диагностике. Начало летнего сезона не только знаменует радость садоводам, но и проблемы со здоровьем, которые они часто испытывают после них. Как совместить полезное с приятным и не бояться остаться один на один с болезнями в суставах и спине? Валентина Петровна весь дачный сезон проводит на огороде. Годы сил не прибавляют, но так уж привыкло старшее поколение работать, пока силы есть. Однако все чаще Валентина Петровна жалуется. То спину прихватит, то суставы ноет, то давление скачет. В городскую поликлинику не наездишься, поэтому она берет с собой на дачу портативный физиотерапевтический аппарат «Алмак-01». Вы знаете, раньше я могла час проработать и уже не могла ни с одну цель, ни разогнуться. А когда купила «Алмак», вот год назад, я им пользовалась, колени лечила, и все лечила. Он мне очень помог. Я сейчас могу честно сказать, даже на коленях работать, вставать на колени и работать. Во-первых, он два раза в день, я его применяю, утром и вечером по 20 минут. Сам он отключается, согласно инструкции я пользуюсь. Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата, остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы различных суставов, переломы костей, внутренние травмы суставов, раны, ушибы мягких тканей. Показания к применению аппарата «Алмак-01» компании «Еломед». Аппараты «Еломед» ускоряют процесс выздоровления, позволяют проходить лечение и реабилитацию в разных условиях, повышают эффективность применяемых лекарств. Компания «Еломед» – лидер отечественного медицинского приборостроения. Уже более 35 лет выпускает аппараты физиотерапии, которые с успехом используются как на дому, так и в лечебных учреждениях. Более 80% лечебно-профилактических учреждений страны оснащены аппаратами компании «Еломед». «Алмак-01» при лечении опорно-двигательной системы дает возможность избавиться от боли и скованности, ускорить выздоровление и достичь стойкой ремиссии. Гибкая лента из четырех излучателей легко принимает форму тела. Настройки простые и понятные. По окончании процедуры аппарат сам отключается. Это очень удобно. «Алмак-01» – средства проверены. Можно сказать, классика магнитотерапии. И гарантия на «Алмак» очень привлекательная – 3 года. Покупая «Алмак-01» вы открываете физиокабинет у вас дома. Аппараты компании «Еломед» всегда можно приобрести в аптеках здоровья, а также в медицинском центре «Импульс». Телефон горячей линии 8 800 200 01 13. Заболеваниями опорно-двигательного аппарата страдает до 90% россиян. Часто они сопряжены с невыносимой болью, которую люди стараются купировать обезболивающими мазями и таблетками. С недавнего времени в нашем регионе появилась PRP-терапия, уникальное лечение, эффективность которого уже подтвердили курганцы. Опорно-двигательная система – это наш каркас, опора и основа. Без своевременного лечения это может привести к инвалидности. Настоящий фурор в медицинских кругах произвела PRP-терапия. С недавнего времени доступна и для жителей Зауралия. И все благодаря Центру комплементарной медицины. Первые пациенты уже оценили эффективность процедур. Заболевание, конечно, скажем, очень серьезное, и многих людей это беспокоит. Это артроз коленных суставов, это боли в суставах, это при движении боль. И мне здесь предложили лечение инновационное. PRP-терапия – это лечение плазмой, обогащенной тромбоцитами. Плазма выделяется из моей крови. Все это безопасно. Заметно улучшение уже после первой инъекции, что уменьшается боль. Подвижность сустава лучше, ходить лучше. В этом Центре лечусь несколько лет. И впервые мне была предложена мини-прация, процедура, будем говорить. Процедура, я считаю, имеет положительный эффект. Потому что у меня были очень сильные боли в суставах. И после двух уже процедур у меня боли прошли, которые были постоянно. Независимо от движения, покой. Сейчас эти боли ушли. Легче стало делать зарядку, поскольку улучшилась подвижность суставов. Лечение, некогда доступное лишь в ведущих клиниках Европы, теперь применяются и в Кургане, и исключительно в Центре комплементарной медицины. PRP-терапия – это уникальный укол, который восстанавливает разрушенные ткани и позволяет выздороветь. Помните, ваше здоровье – это ваш выбор, а мы дадим исчерпывающую информацию о всех возможностях системы здравоохранения в регионе. С вами был Здоровый Интерес и я, Алексей Старцев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok